Продолжение следует... — Получил ли бы он Нобелевскую премию по литературе, если бы не уехал на Запад? — Я, тем не менее, не ошибка понимаю сутью вопроса. То есть является ли он достаточно серьезным поэтом или влияет ли политическая ситуация в стране, в которой он находится, на решение Нобелевского комитета? — Ну, может быть, на бесспорность того, что он гений. — Ну, это как-то вопрос о том, существует ли в мире политика. — Как вы считаете, Бродский бы получил Нобелевскую премию, если бы остался в СССР? — Это зависит от ситуации обстоятельств. Может быть, да, может быть, нет. Не знаю. — Но все-таки вероятность какая? — Не знаю. Меньшая, но была. — Как вы считаете, получил бы Бродский Нобелевскую премию по литературе, если бы остался в СССР? — Вы знаете, я сам сочиняю стихи, схожу в два поэтических сообщества, примерно уровень нашей поэзии мне немножко известен. Ну, честно говоря, мне кажется, там больший процент конъюнктурности, так же как Пастернак. — Если бы Пастернак не издал этого доктора Живаго за границей, мало бы кто его знал. — То есть здесь шансов не было? — Если бы Бродский... Ну, знали бы его как поэта средней руки, но Нобелевскую премию, я думаю, он бы не получил. — Спасибо. — Вот как вы считаете, если бы Бродский не уехал, остался в СССР, он бы получил Нобелевскую премию? — Наверное. — Наверное? — Ну, вот как вы считаете, если бы Бродский не уехал на Запад и остался в России, в СССР, он бы получил Нобелевскую премию? — Едва да. — Почему? — Ну, во-первых, его не печатали, и его сверстники, скажем так, ну, а-ля Кушнер, могут быть превосходнее для публики, ну, многотысячных публик читающих поэзии. — Если бы Бродский не уехал из СССР, он бы получил Нобелевскую премию? — Ну, понимаете, я считаю его, безусловно, достойным в Нобелевской премии. А как сложилась бы судьба, трудно сказать. — Ну, ситуация известна. — Я думаю, вполне. — Я думаю, вполне. Почему нет? — То есть его выдвинули бы здесь, в СССР? — Ну, что значит, выдвигают же не в СССР, правильно? Выдвигали же. Выдвигает Шведская академия, насколько я понимаю. А это вполне могло случиться. — Вот как вы считаете, Бродский получил бы Нобелевскую премию, если бы остался в СССР? — Ну, надо смотреть по периодам. Был такой период, когда мог получить... — Да. — Это, ну, может быть, самые первые годы после Горбачева. Вот это вот, быть может. А потом? — Бродский получил бы Нобелевскую премию, если бы остался в СССР и не уехал на Запад? — Я думаю, да. Мне кажется, да. — Получил бы. — Получил бы. — Ну, мне кажется, это не зависело от того... Ну, возможно, это, конечно, переезд вызывал в нем какие-то, скажем так, толчки к творчеству. Вот эта вся боль какая-то, печаль. Она же, ну, тяжесть, она провоцирует на новое творчество. Но я думаю, он в любом случае бы развивался бы и в России. Находил, о чем писать и как писать. Я думаю, получил бы. — Но он ее не печатали. — Ну, это уж вот не знаю. Но я думаю, получил бы все равно. — Вы знаете, Нобелевская премия, к сожалению, по литературе, вот под таким гуманитарным знанием, не зависит от талантливости человека. Здесь слишком много политики. Вот почему я так думаю. — То есть не получил бы или получил? — Не получил бы, думаю, невзирая на его талантливость. Просто бы не заметили. Вот и все. — Но на Западе его заметили. — Потому что он был на Западе, потому что он был выслан из Союза. Вот вы понимаете, здесь играла роль именно политика. Я вам говорю, что это не зависит от талантливости. Талантливость его не уменьшается нисколько от того, получил он, не получил. У нас масса людей талантливых не было, не имели этих премий Нобелевских. Но здесь, конечно, вы посмотрите, как назначаются эти премии литературные. Вообще людям, которые вообще ничего, никто о них не знает, никто их не читает. Сколько такого? А талантливость, она сама по себе. Он талантливый человек, ничего не скажет. И это не зависит от Нобелевской премии совершенно. Понимаете? В общем, вот все, что я... Ну, вы меня не показываете. Спасибо. Спасибо. Спасибо.